Фетя, с победой, согласись, непроста она получилась? Да, очень непростая на самом деле, тяжелый график объективно, вот это даже с учетом ротации, что все равно выходили свежие ребята, пропускали игры, все равно физически очень тяжело, конечно, играть на третий день, плюс перелеты, плюс смена климатических условий, на Кипре плюс 35, здесь 10 градусов в Москве, ну плюс, опять же, Мальта, это достаточно серьезный соперник, неприятный, который его доставляет такие неудобства, поэтому хорошо, что удалось набрать 7 очков за этот сбор, я уверен, что дальше будет только лучше. Ну вот ты себя по сравнению с Кипром, как сегодня чувствовал физически? Ну в целом я себя физически чувствовал нормально, но с Кипром было, наверное, больше легкости, что ли, какое-то вот такое. Как гол забил? Вратарь ошибся или все-таки все вместе сложилось? Ну, мы знали, что мальтицы стараются играть своей штрафной через пас, и вратарь выходит из створа ворот и натягивают они, и в том моменте, я думаю, что скорее защитник ошибся, потому что он отдал слабый пас, а вратарь находился не в створе ворот. Ну вот, я увидел, что первый на мяче, и повезло, что удалось забить. Ну а сколько сегодня, в принципе, мог забить? Сколько было моментов лично у тебя? Не знаю, один не засчитали, а я забил, был в Нигре. Ну, скажу, что два мог забить, наверное, если не был в Нигре. Семь очков после трех матчей, если бы перед сбором так сказали, сказал бы, что это хорошо, или все-таки хотелось бы девять? Ну, конечно, всегда хочется большего, и нужно быть максималистами, поэтому, конечно, хотелось бы девять очков, но с учетом того, что первый матч, перестроение, мало времени на подготовку к игре против одного из самых сильных соперников по группе и нашего прямого конкурента сейчас за первое место, я скажу, что семь очков в целом, конечно, хорошо. Шутили вы перед игрой, что у Валерия Георгиевича 17 мячей, у тебя 14, теперь у тебя 15. Ничего он не сказал после игры на этот счет? Нет, нет, ничего не сказал. Но это, на самом деле, осталось шуткой. На самом деле, классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, это не только со мной, со всеми ребятами. Это, на самом деле, скорпощает и достаточно комфортно становится.